Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас состоялся выпуск, первый выпуск программы, магистрской программы «Цифровые финансы». У нас присутствуют наши студенты Уньяна Матвеева, Галина Шмелева и Даниила Скутников, которые получили максимальные баллы сегодняшнего дня, даже две оценки 100 и 1,98. И сегодня я хотел бы попросить наших уже почти выпускников, но еще несколько дней студентов, оглянуться немножко на год или на два назад. И мой первый вопрос, если бы вы давали какой-то ценный совет, который, конечно, никто не слушает, но ценный совет себе самой или себе самому год назад или два года назад. Два года назад, понятно, поступать на нашу программу. Тут железный такой, железобетонный совет, но... А вот что-то личное для вас, что вам сейчас кажется, ну, лучше было сделать вот именно так. Вот мой совет — никогда не бояться просить помощи. Иногда будет казаться, что очень тяжело справляться с программой, потому что нагрузка какая-то может быть, но все преподаватели готовы прийти на помощь, объяснить дополнительно, поработать дополнительно. И вот главное — этого не бояться и не стесняться. Ну, на самом деле, для нас такая, ну, модное слово — обратная связь. Ну, простыми словами, если студент что-то говорит, да, что не получается, не успеваю, что-то непонятно, и я отдельно еще спрошу про ВКР, всегда, ну, полезная информация, с которой можно что-то сделать. Либо в разрезе одного курса, либо целые программы вместе. Так что слушатели, уважаемые студенты, абитуриенты, советую прислушаться к этому совету. Галина, что бы ты посоветовала себе и другим? Ну, если бы я могла давать себе совет в прошлом, то в первую очередь, наверное, я бы посоветовала себе более равномерно распределить нагрузку по подготовке выпускной квалификационной работы. Это вообще возможно? Я думаю, что все-таки да, я верю. Есть такой принцип 20-80, иногда, мне кажется, он зашкаливает там 95-5, но вот с чего бы ты начала? Начала бы равномерное вот это движение. Ну, наверное, запланировала бы пул работ по той целевой картине, которую я хочу видеть, и распланировала бы поэтапно, и начала бы планомерно двигаться по каждому из этих этапов, иначе получается очень тяжело, когда 95 на 5 это сложно. Да, ну, так многие проекты реализуются. Мне вот очень понравилось слово «картина», да, что важно представлять какой-то, не знаю, там, контур, образ работы, да, и мы всех призываем не загоняться, что ли, по поводу вот таких академических рамок, да, ой, какая у меня будет актуальность, ой, какой у меня будет вывод, да, и, ну, вот, многие работы сегодня и вчера рассказывали что-то о своей предметной области, уже не я делал или делал анализ, и вот у меня там то-то сделано, а уже, когда шел разговор о, что делать с банком, что делать там с другим банком, да, что делать с цифровыми финансовыми активами, это всегда очень как-то вдохновляет и мотивирует и нас, и студентов. И вот я бы привязался к слову «картину», вот представьте образ себя на месте наших, вот, выпускников, и вот эту картину постарайтесь, ну, начать рисовать пораньше, сначала этюдом, какими-то мазками, там потом перевернуть страницу, перерисовать, да, очень ценный совет, тоже поддерживаю. Даниил? Да, я бы тоже добавил, что, ну, по поводу сроков написания и вообще порядка написания работы… Продлить еще надо. Да. Трехлетняя магистратура, да? Да. Можем сделать, да? Да. Поначалу кажется, что то, что ты собираешься писать, ну, это вообще… Никому не нужно. Никуда не годится, да. Никуда не годится, никому не нужно. Да, и теоретически… И уже было написано ранее. Да, и уже было написано ранее, и результаты, которые ты предполагаешь показать… На той самой картине… Да. Они… Поговорив с преподавателями… Абсолютно… О нагрузке… Да, абсолютно не коррелируют. Не катятся. Да, и кажется, что те, кто в этой сфере действительно работают профессионально… Будут форчать и плеваться. …посмотрят, да, и скажут, ну, это какое-то… Кто ж так делает? Да, кто так делает. Все уже знают. Но, на самом деле… Потом этот туман рассеивается, да. Для них, даже для профессионалов отрасли, любой результат, который получен по их предметной области, даже плохой, но законченный, он… Представляет ценность. Представляет ценность, да. Представляет ценность, да. И поэтому, несмотря на то, что кажется, что работа не очень хорошая, надо ее закончить и потом уже законченным вариантом вносить коррективы, и тогда получится, я думаю, хорошая… Ну, помните, у нас был курс по продукт-менеджменту, да? Работа тоже продукт. Сначала давайте какой-то прототип. Прототип все-таки, да что же это за подделка ненужная, да? Но в прототипе должна быть какая-то ценность, и эта ценность, она не сама, вот типа, вот ручка, купи у меня ручку, да? Эта ценность возникает, когда кто-то из мне, эксперты, специалисты, люди, которые только хотят, например, эту область изучать, говорят, о, а вот я-то… И вот эти вот моменты, такие моменты, ага, вот, они были на сегодняшней, вчерашней презентации, когда, ну, в какой-то первой части, первой-третьей выступлении студент рассказывал более такую ясную картину мира, что цифровые финансовые активы, цифровые требования, они есть на публичных и на авторизованных государственных требованиях. Уже это упрощает какое-то понимание, да? Сегментация может быть для такой цели или для другой, вот. И мне кажется, очень ценный совет такой, начинать с… И как бы не сидеть, это, ну, да, это собственная работа, диалог с преподавателем, ну, и чем больше кому-то покажешь, да, это, как бы, ты не соберешь какой-то негатив, а наоборот, ты увидишь ценность, которую, может быть, даже сам не видишь. И вот спасибо, что сказали про вот этих специалистов отрасли, да, одно дело подписать рецензию, да, ну, все уже как-то, ну, да, ну, рецензия, ну, вот, может быть, сделаем рецензию на первом курсе, да, такой документ. Отлично, спасибо за вот этот раунд вопросов. Давайте перейдем к вашей, моих вопросов, ваших ответов. Давайте перейдем к вашим темам дипломов. Тем диплом мы, знаете, как это, любимую какую-то, не знаю, капот машины, или, там, самую чистую комнату мы, там, полируем, доделываем. Вот как у вас была тема в начале, в конце, вот именно с темой, как звучит, ну, про что вообще ваша работа, и сильно ли она менялась, много ли она, ну, каких-то видоизменений претерпела во время вашей работы? Да, ну, у меня она поменялась диаметрально противоположно. Несколько раз? Да, несколько раз. И ввиду того, что поначалу, на самом деле, честно признаюсь, не очень хотелось сильно углубляться в сложную какую-то тему, разбираться, и хотелось попроще выбрать тему. Как в бакалавриате. Да, и у меня, на самом деле, в бакалавриате не сильно была простая, я тоже выбирал так, исходя из интереса. А, то есть вы повторяете, да. И, учитывая опыт бакалавриата, мне как-то не хотелось повторять, там, относительно сложный вот этот путь написания. Ну, получилось. И я хотел, да, упростить, но после того, как я ее выбрал, все-таки спустя некоторое время, я понял, что как-то писать то, что мне очень нравится, не хочется. Давайте итоговую тему озвучим. Ну, как бы не официальное название, а вот что в ней? Да, трансформация индустрии управления капиталом с учетом развития децентрализованных финансов. По секрету скажу, что Даниил придумал, как положить производные финансовые инструменты в авторизованный блокчейн, ЦФА и какую долю такие инструменты должны занимать в портфелях управляющих компаний, в портфелях клиентов. И прописал этапы, что можно уже сделать сейчас, над чем индустрия работает. И так два-три этапа, такой на более отдаленную перспективу, выглядит очень, ну, по итогу очень складная работа. Кажется, как будто у тебя с самого начала все так и было написано, а ты просто пришел расковать. Изначально, да, изначально там совершенно не о том было, и изначально те результаты, которые были получены, они даже не приходили в голову на этапе, когда я выбрал эту тему. Ему просто была тема, ну, интересная, такая загадочная, непонятная, поэтому выбрал. А вот именно в процессе уже написания под конец возникли вот такие результаты интересные. У Ульяны и Галины банковские темы, это связано с вашим текущим местом работы. Вас как-то чуть постабильнее было, да, то есть уже выбрали и знали, ну, может быть, какой-то особенности разработки темы тоже могли бы сказать, Галина? Ну, на самом деле, да, у меня тема не сильно менялась в ходе обучения. Я на первом курсе сменила работу, устроилась в банк и решила, что хочу свою работу посвятить именно той тематике в той области, в которой я работаю, чтобы она имела в конечном итоге, может быть, какую-то тактическую значимость. Вот. Приоткроем завесу, про что работа. Да, моя работа, она посвящена совершенствованию дистанционного банковского обслуживания с использованием технологий биометрии, речевой аналитики и подходов к сегментации. Ваш звонок очень важен для нас. Да, да, именно. Вот. И мне хотелось, чтобы она имела практическую значимость, и в ходе обучения моя работа не претерпевала сильных изменений, она только полировалась и... наращивала. Ну, в идеале мне бы хотелось, чтобы вот эта тема работы, она из каждого курса или блока курсов, там, анализ данных, что-то взяли из анализа данных, это много, например, у Ульяны, да, что-то из продакт-менеджмента, например, у нас упоминался фреймворк приоритизации ICE, да, это привет вот этому блоку дисциплин. Финансовый анализ, ну, базовые такие вещи, технологическая сфера, анализ данных, и твой результат, вот он может ли применяться в разных банках, или все банки должны теперь гоняться за тобой, чтобы узнать, как правильно делать речевую аналитику и сегментацию клиента? Ну, я думаю, что этот опыт может быть использован в разных банках, и не только на самом деле в банках, потому что обслуживание клиентов дистанционно происходит не только в банках, поэтому оно может масштабироваться при определенных корректировках на разные сферы, но гоняться за мной было бы хорошо. Отлично, да, обращайтесь на факультет финансовой экономики программы «Цифровые финансы». Ульяна, как у тебя тема, я помню, формулировки менялись, но, по-моему, ты всегда сразу сказала, что я буду вот с этими данными, с этим набором клиентов, и вот у меня есть реальный датасет, и я выжму максимум из этого датасета. Примерно такая стратегия была? Примерно так я говорила уже на втором курсе, но на первом курсе, конечно, моя тема тоже плавала от одной области до совершенно другой. Это было связано с тем, что я очень хотела, чтобы диплом был не только применим в реальном секторе, точнее, в секторе банковской отрасли, не только он был интересен мне, но я хотела, чтобы еще был актуальный какой-то предмет работы, и актуальность – это такая вещь, которая иногда меняется, и после первого курса я поняла, что то, над чем я хотела изначально работать, уже не очень-то и вообще в рынке, не очень-то востребовано. Как быстро все меняется? Как быстро все меняется? Мы считаем, что можно чему-то научить, ну и технологии, и ситуация, да? Да, да, все поменялось, и поэтому я взяла, на мой взгляд, теперь уже наиболее актуальную, востребованную, интересную для меня отрасль. Я взяла сферу сегментации, кластеризации клиентов банка для того, чтобы разрабатывать… Корпоративных. Корпоративных клиентов банка, да, это юридические лица, чтобы персонализировать свою стратегию для работы с разными группами на основе вот этой вот сегментации. В дипломе Ульяны меня поразило две вещи уже. Я, ну, честно, дисклеймер, да, я научный руководитель Галины, и я, ну, лучше знаком с работой, ходом работы. Ульяна, меня поразило приложение 2. Что у тебя было в приложении 2? В приложении 2, по-моему, у меня был программный код. Код, 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 да. Диплом as code, да. И мы, ну, все вузы, и мы в том числе смотрим на какие-то новые способы сделать диплом, но как-то интереснее, чтобы было интереснее над ним работать, да. Это может быть диплом как стартап, бизнес-план как диплом. Ну, вот твой диплом как as code, да, вот это приложение 2 очень порадовало. Реальный листинг кода еще с таким красивым хайлайтингом, вот. И это прям, ну, очень качественная работа. Марина Юлина Архипова, руководитель у тебя, Юлия Владимировна Дворникова. И прям, ну, ребят, вы молодцы. Прям и каждый по отдельности, и вместе, и ваша группа тоже для нас очень... Результаты всей, всей группы, и вот, и первый, и второй день очень значимы. Надеюсь, полученные, полученные знания, навыки вам помогут в работе. Это само собой, но и главное, возвращайтесь еще с теми самыми идеями. Одна из, одна из идей, это менторский клуб, да, то есть у вас есть какое-то время чуть-чуть забыть об обучении, да, но потом вы можете вернуться в качестве, в качестве наставника, консультанта, как раз того человека, который должен сказать, слушай, ты делай что-то хорошее, да, дать хороший новый дейтасет, да, для ребят. А теперь вы раскопаете что-то интересное в дейтасете и предложите какую-то интересную задачу, а вот попробуй обмани нашего речевого чат-бота. Очень верю в ваше начинание и желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое.